Испания погрузилась в трехдневный траур. По всему миру люди несут цветы к зданиям дипломатических миссий этой страны. А лидеры стран и главы международных организаций выражают испанцам слова поддержки. Напомню, в Барселоне в результате преднамеренного наезда на пешеходов погибли по последним данным 13 человек и цифры могут вырасти, говорят испанские врачи. Более 100 человек получили травмы. Среди пострадавших граждане 24 стран мира. Нападение в центре Барселоны признана терактом. Подробнее расскажет Жадараджазина. Нападение произошло около пяти часов дня. По местному времени смертоносный фургон въехал прямо в толпу людей в самом центре города на площади Каталонии. Минивэн проехал зигзагами более 500 метров на скорости около 80 километров в час. Все эти данные стали известны гораздо позже. А в тот момент на площади царил хаос. Люди в панике бежали, искали укрытия в близлежащих магазинах, кафе и офисных центрах, откуда их потом эвакуировала полиция. Люди, плача от страха, бежали в разные стороны. На их лицах была кровь. Это было ужасно. Полиция сказала нам спрятаться в зданиях и ни в коем случае не выходить на улицу. Все очень боялись. Чувство паники полностью охватило нас. Мы не знали, что и как делать. Было очень страшно. На этом фоне в СМИ начали появляться сообщения о других нападениях в Испании, в кафе, на рынке. Но подтверждение они не получили. Единственный взрыв в муниципалитете Альканар, унесший жизнь одного человека, до сих пор вызывает вопросы. Некоторые считают, что причиной инцидента стала утечка газа. Однако в полиции подозревают, что взорваться могла лаборатория, где экстремисты изготавливали самодельные бомбы. В ходе операции полиция ликвидировала одного из подозреваемых, причастных к организации теракта. Еще двое были арестованы марокканец и житель Милилии, испанского анклава в Северной Африке. Однако ни один из них не был водителем минивена, чье имя уже известно полиции. Тот сумел скрыться с места происшествия, и сейчас полиция ведет его интенсивные поиски. Спустя 10 часов после нападения в Барселоне, стражи порядка сообщили о предотвращении теракта в приморском городке Камбрильс. Снова фургон и снова наезд на людей. Позже власти подтвердили связь между двумя нападениями. Тират Барселоне, ответственность за который взяла на себя группировка Тегил, стал самым кровавым в Испании за последние 13 лет. Барселона пополнила список европейских городов, испытавших на себе ужасные последствия автомобильного нападения. Год назад во французской ницце грузовик протаранил толпу людей, любовавшихся фейерверком в честь национального праздника Франции Дня взятия Бастилии. То же самое произошло полгода назад в Германии. Грузовик с польскими номерами протаранил рождественскую ярмарку и въехал в толпу в Берлине. Следующей мишенью террористов стал Лондон. Там мужчина въехал в толпу людей на Восьминстерском мосту. Следом за британской столицей идет Стокгольм и снова Лондон. Только на этот раз нападение произошло в Финсбери парке. Преступник протаранил на арендованном грузовике возвращавшуюся из мечети группу прихожан. Автотеракт с наезда на пешеходов становится печально распространенной практикой среди террористов. Сейчас в Британии у наиболее заметных объектов, которые могли бы привлечь внимание боевиков, устанавливаются новые защитные заграждения в попытке минимизировать риски. А также ведутся разговоры о введении проверки личности тех, кто арендует фургоны. Однако эксперты сомневаются, что подобные меры смогут остановить злоумышленников. Ждра Джазина, Хабар, 24.